Всем привет! Вы на канале Девайс и у меня готова новая сборка на Intel и AMD, сердцем которой стала видеокарта Radeon RX 6600 XT. К большому сожалению геймерского сообщества майнинговый бум не сбавляет обороты. Цены на железо, в частности на видеокарты, ползут вверх. Иногда не угадаешь идеальное время для покупки комплектующих, я не стал ждать с моря погоды и постарался собрать для вас оптимальный конфиг. К тому же RX 6600 XT сейчас является одной из самых сравнительно доступных моделей среди нового поколения игровых карточек AMD. Она создана специально для Full HD гейминга, что я обязательно проверю. Результаты в игровых тестах будут в конце видео, не уходите далеко. Пишите в комментариях, какие сборки вы хотите увидеть на канале, ставьте лайк и не забудьте оформить подписку. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых роликах. Ссылки на сегодняшнее железо будут в описании. Ну а мы начинаем. AMD-шная сборка будет базироваться на материнке Asus Tube Gaming X570 Pro с приставкой Wi-Fi. Это один из самых бюджетных вариантов на актуальном чипсете, при этом плата выбрала в себя все необходимое. Отдельно отмечу симпатичный дизайн в черно-желтом цвете и фирменную подсветку Aura, которую можно расширить подключением светодиодных лент. Плата поддерживает PCI-Express четвертого поколения, на котором базируются два слота M.2. Производитель здорово поработал над системой охлаждения. Радиаторы получили как вышеупомянутые слоты M.2, так и чипсеты вместе с системой питания. Для управления вентиляторами имеется встроенная ПО FanExpert 4. В комплекте поставки есть антенна для модуля Wi-Fi 6, подключающаяся к разъему на задней панели. Там же расположились четыре USB 3.2 первого поколения и три второго, один из которых в Type-C исполнении. Нашлось место и кнопки BIOS Flashback. На плате доступно четыре слота для подключения модуля оперативной памяти DDR4 с поддержкой частоты до 5000 МГц. Имеется встроенный Bluetooth версии 5.1. Поддерживаются все современные поколения процессоров Ryzen на сокете AM4. Кстати, у нас есть Telegram-канал, где регулярно публикуются актуальные топы, обзоры, сравнения и рейтинги из мира компьютерного железа и не только. Переходите по ссылке в описании и обязательно подписывайтесь, чтобы получить доступ к эксклюзивному контенту. Выбирая между Ryzen 5 3600X и 5600X, я остановился на последнем. Более новый процессор в любом случае станет вложением на долгосрочную перспективу, а разница в цене между этими моделями совсем небольшая. Если смотреть варианты подороже, то мощность условного 5800X была бы уже излишней для моей видеокарты. Что же касается 5600X, то сейчас это едва ли не самый оптимальный вариант из всех камней от AMD. Он не будет занижать производительность RX 6600XT, да и в целом его мощности хватит на все современные задачи. На борту процессора имеется 6 ядер и 12 потоков. Частота в турбо может достигать 4600 МГц. Для баловства с разгоном нужно ставить хорошую башню с рассеиваемой мощностью от 150 Вт и выше. Поддерживается ОЗУ DDR4 в двухканальном режиме с частотой 3200 МГц. Интеловский конфиг стартует с платы ASRock Z590. По аналогии со сборкой на AMD я подбирал относительно недорогой вариант на свежем чипсете. У ASRock получилась очень стильная материнка с настраиваемой подсветкой, как и положено геймерскому девайсу. Производитель в рекламных плакатах делает большой акцент на технологиях, примененных в этой модели. Например, Wi-Fi 6E и 2.5 Гбитные Эдернет модули могут работать одновременно для достижения максимальной пропускной способности. В ASRock это назвали Killer Double Shot Pro. Остается найти провайдера, который предоставит такие скорости. Еще одна из тиражируемых фич устройства – наличие разъема USB Type-C Gen 2х2, который в два раза быстрее обычного Gen 2. 20 Гбит в секунду против 10. Он распаян на платье и подключается к передней панели. Конечно же, есть и поддержка PCI Express 4.0. SSD, подключенный по такому интерфейсу, будет работать только с процессорами Intel 11-го поколения. Два USB-порта на задней панели получили громкое название Lightning Gaming Ports. Эту технологию ASRock уже успела запатентовать. Суть в разделении контроллеров для мыши и клавиатуры, что позволит снизить задержки и улучшить отклик. Вряд ли рядовым геймерам это сыграет какую-то роль, а вот киберспортсменов технология может заинтересовать. В качестве процессора я выбрал Intel Core i5-11600K. Да, в нем есть встроенная графика, которая в принципе не нужна, но дело в том, что эта версия стоит даже дешевле камня с индексом KF, а по остальным характеристикам они идентичны. Как говорится, зачем платить больше? 11600K – довольно горячий проц. С помощью технологии Turbo Boost его можно разогнать до 4900 МГц, но для охлаждения понадобится башня с теплоотводом более 220 Вт. Благо, производительности камня даже в стоке хватает и для игр, и для работы. Оверклокинг лишь является хорошим запасом на будущее. Для охлаждения процессоров лучше раскошелиться на качественную башню с высоким показателем TDP. Dark Rock Pro 4 от Big White как раз подходит под это описание. Кулер имеет 7 тепловых трубок из меди, 2 120-мм вертушки и рассеиваемую мощность в 250 Вт. Этого с запасом хватит для поддержания нормальной температуры ЦП даже в разгоне, не говоря уже о стоке. Хочу отметить, что кулер является весьма массивным и перекрывает слоты оперативной памяти, поэтому их лучше установить заранее. Ну и стоит позаботиться о покупке соответствующего корпуса. С планками оперативки я долго не думал и взял проверенную временем память Crucial Ballistics. 32 ГБ оптимальный объем, на мой взгляд. Действительно, для ныне существующих игр этого хватит с избытком, но системные требования растут как на дрожжах. Да и для серьезных рабочих задач лучше запастись именно таким объемом памяти. В ОЗУ вшит XMP профиль на 3100 МГц. В стоке оперативка запускается на 2666 МГц. Имеются комплектные радиаторы, при желании можно поиграть с разгоном и таймингами. SSD на терабайт уже становится определенным стандартом для игровых сборок. Меньший объем памяти в современных реалиях доставит определенные неудобства. Новые игры задействуют все больше текстур высокого качества и требуют от 200 ГБ свободного места. Линейки накопителей от Samsung заслуженно находятся в топах по продажам и по оценкам от пользователей. На сегодня у них одни из самых передовых технологий в производстве SSD. Я взял модель из линейки 970 EVO+. Скорость чтения достигает 3500 МБ в секунду записи 3300. Можно перезаписать до 600 ТБ без вреда для накопителя. Есть у Samsung и так называемая Pro линейка, которая поддерживает подключение по PCI-Express 4.0, а скорости превышают 5000 МБ в секунду. Цены на них в полтора раза выше, а ощутимого профита в производительности нет. На данный момент я не вижу особого смысла переплачивать за цифры, учитывая, что сборка основывается не на самом топовом железе. Представленная совсем недавно RX 6600 XT претендует на нишу GeForce RTX 3060. AMD решила придержать самые бюджетные модели напоследок, выпустив сначала топовые версии линейки RX 6000. Как и у конкурентов из NVIDIA, у красных видеокарт есть свои аналоги технологии трассировки лучей и DLSS. Последнюю AMD назвали FidelityFX Super Resolution. Технология upscaled изображение на экране, адаптируя его под высокое разрешение. При этом алгоритмы искусственного интеллекта сглаживают картинку, не допуская так называемого мыла. Трассировка лучей в RX 6600 XT реализована за счет API Vulkan Ray Tracing и Microsoft DirectX Ray Tracing. По сравнению с RTX от NVIDIA в AMD карточках эта технология не так хорошо оптимизирована, и падение FPS в играх становится более ощутимым. Но разработчики постепенно устраняют огрехи программного обеспечения, выпуская новые драйвера. Если абстрагироваться от новомодных технологий, то RX 6600 XT – прекрасное решение начального уровня, которое справится с любыми современными проектами в Full HD разрешении при ультра-настройках. А самый главный недостаток карточки – ее цена, которая более чем в два раза превышает рекомендуемую. Но это уже не вина производителя, а лишь влияние обстоятельств на рынок. Блок питания System Power 9 CM на 700 Вт – еще один продукт от Be Quiet в моей сборке. Мощность по линии плюс 12 Вольт составляет 672 Вт, чего хватит с запасом для нормального питания. Имеется бронзовый сертификат 80+. Приставка CM обозначает модульную конструкцию и возможность кабель-менеджмента. Все ненужные провода легко убираются. Имеется комплекс стандартных защитных систем, к которым добавилась защита от импульсных помех. Уровень шума вентилятора в максимальной нагрузке не превышает 32 дБ. Завершающим компонентом сегодняшнего конфига стал корпус от Deepcool под кодовым названием Candoman в красно-черном окрасе. Сюда спокойно помещается выбранный мной башенный кулер. В комплекте уже есть 5 вертушек – две сверху, две спереди с красной подсветкой и одна сзади. С помощью переключателя в верхней части передней панели можно управлять скоростью их вращения. Там же расположились разъемы USB – два версии 2.0 и 1.3.0, кнопки питания и перезагрузки, а также аудиовыходы. Верхняя, передняя и нижняя панели укомплектованы съемными пылевыми фильтрами. На левой стороне установлено окно из закаленного стекла. Боковые панели съемные, имеется широкий простор для кабель-менеджмента. При желании можно установить водяное охлаждение, только для этого придется снять два верхних вентилятора. Блок питания располагается в нижней части корпуса. Переходим к самому интересному – игровым тестам. Было запущено несколько современных проектов в трех разрешениях – Full HD, 2K и 4K при ультра-настройках. Для удобства показатели средней частоты кадров я вынес в таблицу с разбивкой. Как видно из результатов, карточка спокойно тянет все игры в Full HD, да и в 2K в принципе FPS в пределах нормы. Для 4K придется снижать настройки, чтобы получить более-менее играбельный фреймрейт. Также отмечу, что в Full HD RX 6600 XT незначительно обходит популярную RTX 3060. AMD не обманули – гейминг в таком разрешении действительно дается видеокарте легче, чем главному конкуренту. RX 6600 XT получилась действительно неплохой карточкой. В связке с сегодняшними процессорами она полностью раскрывает свой потенциал и показывает достойные результаты. Надеюсь, что вам понравилось видео и вы оцените его лайком. Пишите в комментах, чтобы вы поменяли в сборке. Не забудьте про подписку на канал. Жмите на колокольчик для получения уведомлений о новых роликах. В описании вы можете найти ссылки на все комплектующие из видео. А на сегодня мы с вами прощаемся. До скорых встреч!